Детская шалость привела к большому пожару в селе Ракитном. В субботу вечером на окраине населенного пункта загорелись гаражи и хозяйственные постройки. Тем не менее, люди успели эвакуировать из боксов автомобили и выгнать скот. Пламя быстро распространялось из-за сильного ветра. Первым загорелся сарай, расположенный в 100 метрах от гаражей. Сарай загорелся вон там. Дети подожгли какие-то, скорее всего. А почему так думаете, что дети? Ну, потому что это ж село, народ так говорит. Пожарные машины подъезжали одна за другой, подвозили воду, но ее не хватало. Люди были возмущены и обвиняли расчеты в нерасторопности. Караулу пришлось объяснять местным жителям ситуацию. Воды не хватает. Удет угроза распространения на двухэтажный дом. Сейчас буквально мы эту машину забираем, переставляем туда, сюда подъезжает следующий автомобиль. Караулу нет, вам виднее. Все, чтобы вы здесь просто не ругались. Ладно, добро, добро, добро. Пламя угрожало и мясоперерабатывающему предприятию «Скиф». Все силы и средства фирмы были приведены в готовность к возможной эвакуации. Заправляться пожарные ездили к водонапорной башне. Она расположена примерно в километре от места ЧП. Хотя раньше гидрант был совсем рядом. У нас пожарный гидрант. Вот дом построили почему-то на месте пожарного гидранта. Как это? Вот как это? Вот спросите администрацию. Вот он дом стоит, а это место пожарного гидранта. То есть пожарным приходится далеко ездить с водой? Конечно. Глава поселения внесла ясность. Гидранта в селе нет уже лет 10. Водовод попросту пришел в негодность. Коммунальщики восстанавливать его не стали. У нас был один гидрант, но он не на балансе у нас, он стал на балансе коммунальных сетей. Но он пришел в негодность, его списали. Пожарная служба каждый год у нас приходит. Мы ядаем специалиста, делают ревизию. У нас нет гидранта. Огнем были повреждены 6 гаражей, 2 хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Его тушили 50 человек и 15 единиц техники. На полную ликвидацию ЧУП ушло 5 часов. С места происшествия Юлия Рябцева, Ольга Кошелева и Леонид Булдыгеров.